Всем привет! Прежде чем открыть спор на Алиэкспресс, не забудьте продлить защиту и подождать еще некоторое время. Фишка в том, что когда вы покупаете что-то на Алиэкспресс, продавец вам дает защиту примерно на 30-40 дней. И не всегда этого времени хватает, чтобы посылка приехала. В некоторых случаях посылка где-то может загулять и доставка немножко задержится. Если вы откроете спор на Алиэкспресс раньше времени, то есть вероятность, что вам просто не вернут деньги. Так как прошло еще не так много времени. Чтобы продлить защиту, нужно перейти по ссылочке подробнее и воспользоваться стандартной формой продления защиты покупателя. Если вы уже несколько раз продляли защиту и в целом прошло уже много времени, дней 60-80, как вы ожидаете посылку, но она вам так и не приехала, то да. В таком случае, конечно, пора открывать спор. Для этого в подробном описании заказа есть кнопка «Открыть спор». Нажимаем эту кнопку и в новом окне заполняем форму для подачи запроса на возврат. Первым делом указываем, что мы хотим именно сделать. Вернуть деньги, либо же вернуть и деньги, и товар. Тут есть описание, что и в каком случае лучше выбирать. Обычно при споре нужно просто вернуть деньги за товар, который нам так и не приехал. Либо же нужно вернуть часть денег за поврежденный товар в пути, либо же за некачественный товар. Мы выбираем только возврат и дальше заполняем простую форму. Первое. Выбираем пункт, что мы хотим вернуть деньги. Второе. Указываем, что товар мы не получили. Третье. Указываем данные, возникшие у нас проблемы. В нашем случае нужно выбрать, что возникли проблемы с доставкой, то есть посылка все еще в пути, но защита заказа истекает. Четвертое. Вбиваем полную сумму на возврат денег. Пятое. Обязательно пишем какое-то сообщение. Например, можно написать так. Привет, моя посылка не приехала, я ждал очень долго, я хочу вернуть деньги назад. Пишем это сообщение, используя Яндекс или Гугл Переводчик, то есть отправляем сообщение на английском. Шестое. Если есть какой-нибудь скриншот, например, если есть скриншот переписки с продавцом, где китаец неоднократно уверяет, что вот-вот посылочка скоро-скоро приедет, если такая переписка есть, то можно приложить скриншот. Вот. Нажимаем «Отправить». Вот у меня, кстати, такой скриншот был, я его приложил. Если вы за один раз у продавца заказывали два товара, то по каждому товару нужно будет открывать отдельный спор. У меня так и случилось. Я заказал два спиннера, и три месяца меня продавец кормил завтраками. В итоге я открыл два спора по этим спиннерам. Теперь в подробном описании заказа у меня статус «Ведется спор». Нажав туда, мы увидим подробную информацию. Площадка Алиэкспресс дает продавцу и покупателю пять дней на решение вопроса. Если в течение пяти дней вопрос не решается, то спор передается уже службе Алиэкспресс, и они решают сами наш вопрос. Но если явно видно, что продавец сам виноват, так как он не предоставил нормальный трек-номер, то уже через 2-5 дней продавец соглашается на возврат. Прошло два дня. Если мы вернемся на Алиэкспресс и перейдем в раздел «Мои заказы», то увидим сверху ссылочку «Открытые споры». Перейдя туда, мы увидим все споры, которые открыты. Нажимаем тут «Просмотреть данные», и дальше видим подробности спора. Здесь почти все без изменений, за исключением одного момента. Смотрите, продавец отреагировал на наш спор, и что он сделал? Он отклонил запрос на возврат денег. Китаец написал обычную отписку, мол, «Так, атак, подождите еще 20 дней». Какие, к черту, 20 дней? Я уже 3 месяца жду! Но, как правило, обычно продавец просто тянет время. Он думает, что пока будет идти спор, мы получим товар и отменим его. Но товар мы не получим, потому что надо было нормальный трек-номер давать. Если мы не получили товар, а продавец умоляет отменить спор, ни в коем случае этого не делаем. Потом вероятность вернуть свои деньги будет еще меньше. Здесь просто нажимаем «Отклонить», так как нас этот вариант не устраивает. Мы и так уже ждали 3 месяца. Еще через пару дней я вернулся на Алиэкспресс и увидел, что по ссылке «Открытые споры» у меня 0 споров. Нахожу закрытый спор через ссылку «Возвраты и споры» слева. И, перейдя туда, я вижу, что споры закрыты. Сейчас я жму «Посмотреть данные». И в новом окне меня ждут хорошие новости. Статус спора говорит о том, что проблема решена в мою сторону. Очень скоро на кошелек, с которого совершалась оплата, придут деньги. Продавец, не дожидаясь подключения службы Алиэкспресс, просто принял мой спор на возврат денег. Если у вас продавец не примет спор, то за дело возьмутся администраторы Алиэкспресс. И уже они будут заниматься решением вопроса. Покупаешь на Алиэкспресс? Не забывай экономить деньги на покупках. Регаешься в EPN Cashback, переходишь с него на Али и получаешь часть денег обратно. Ссылка в описании.